Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Николай Задорнов. Война за океан. Эпиграф. Реванш, который Россия должна была взять у Франции и Англии за свое военное поражение под Севастополем, теперь осуществился. Фридрих Энгельс «Успехи России на Дальнем Востоке». Книга первая. Петровская коса. Глава первая. В казарме. «Подобин, на пост!» — услыхал матрос сквозь сон голос унтер-офицера Солова. Иван Подобин быстро сел на нарах, вытянул жилистые руки, напрягаясь всем телом, словно сились что-то стряхнуть с себя. Руки гнутся плохо, и шкура как задубела. «Как меня нынче одолел, — думает Подобин. — Не цынгали подбирайц?» Прилег соснуть перед вахтой и заспался. Унтер-офицеру пришлось потрясти Ивана за плечи. Солов — низкий и плотный, светло-русый, стрижен ежом, с маленькими карими глазами, свистнущим лицом в мелких частых морщинах. Он попал в экспедицию с Бригохоцк, который разбился здесь, в заливе Счастья, осенью прошлого 1850 года и вытащен на берег. Команда с тех пор осталась в экспедиции. Унтер-офицер не уходил, ожидая, не придется ли еще раз будить. В казарме душно и жарко. Два светильника с фитилями в жиру освещают нары со спящими людьми. Недавно поужинали, многие улеглись, слышен храп, а иногда стоны. Кости у людей ноют. Расчищали пост, откапывали из-под снега пушки. И дома, занесенные позавчерашней пургой до крыш. Вокруг поста навалили валы больше, чем всажень. У края чисто вымытого и выскобленного ножами стола горит свеча. На чурбане сидит рослый рожеватый казак Парфентьев в матросской рубахе и шьет себе ичиги. Казаки экспедиции одеты в морскую форму. Парфентьеву завтра ехать на реку Амур через залив и горы прямой дорогой в Николаевский пост. Непрерывно люди назначаются ездить туда и обратно. Подальше нары перегорожены холщовыми и цветными занавесками. За ними живут семейные. Слышно, скрипит зыбко. Матрена Парфентьевна, высокая, худая, изможденная женщина, еще молодая, со скуластым лицом и карими глазами, качает ребенка и то напевает ему песенку, то ругает и грозит выбросить собакам. Старуха-мать толкует с низкорослой смуглой соседкой, женой казака Беломестного. Иногда в их разговор вмешивается Матрена. Еще одна женщина, Алена Калашникова, крепкая, молодая, со скуластым румяным лицом и коротким прямым носом, домывает пол. Она полуразогнулась, чтобы перевести дух, и обтирает потный лоб сгибом голой до локтя руки, а в другой держит мокрую тряпку над ведром и поглядывает с любопытством, как мучается, не оборя сон, сосед Иван. Она выскребла пол метлой с песком. У печи на веревке сушатся портянки, а на плите рядами друг на друге валенки и торбоса, меховые чулки и чиги, все ступнями к горячей печке. Заметив, что Алена смотрит, Иван Подобин несколько приободрился. Солов пошел дальше. Алена, сунув босые ноги в валенки и, придерживая на груди концы накинутого на голову платка, подхватила ведро с помоями. В дверях она столкнулась с молодым матросом Фоминым, несшим полную охапку березовых дров. Фомин взглянул на Алену из-под лобья, та прыснула и кинулась в дверь. Из-за занавески выглянул муж Алены, матрос Макей Калашников, назначенный недавно коком. У него черные усы под толстым взернутым носом и брови черные и мохнатые. Лицо широкое и смуглое. Спросоний Макей, самодовольный, мельком глянул вслед жене, потом перевел взор на Фомина, который, стоя на коленях, укладывал дрова у печки. Обычно суровое лицо Макея смягчилось и приняло насмешливое и презрительное выражение. Иван Подобин нашел на веревке свои портянки, а у печки валенки и обулся. Надел черную суконную рубаху, а поверх нее полушубок и подпоясался потуже. Вдоль одной из стен стойка с ружьями. Матрос взял свою кремневку. — Иван! — окликнули его снар. Скуластое лицо матроса Конева, старого приятеля и сослуживца, появилось из полутьмы. У Конева белесые брови и узкие хитроватые глаза. Подобин и Конев вместе вышли из Кронштадта на бриге Байкал под командованием Невельского, побывали в Англии, обошли вокруг Горна, стояли в Южной Америке, справляли Рождество в тот год на Сандвичевых островах у Гавайского короля, потом пришли на Камчатку, оттуда пошли на устье Амура, искали вход в реку. Конев, идя тогда на шлюпки, заметил первое, что из бухты несет течение, и так открыли Амур. С тех пор прошло более двух лет, и вот уже вблизи входа в огромный Амурский лиман на юге Охотского моря, на песчаной косе, отходящей от материка, Подобин и Конев зимуют на Петровском посту, который ставили здесь сами в день Петра и Павла с капитаном Невельским в прошлом году летом. Конев говорит редко, он молчалив и хитроват. Подобин тоже слов на ветер не бросает. Он прямой, бесхитростный. — На пост? — хрипло спросил Конев. — На пост. Смотри там. Чего смотреть? Пурга кончилась. Как раз пираты нападут. Может, рыщут. — Какие зимой пираты? Конев всегда толкует про опасности, хоть самый неробкого десятка. Подобин присел на сырую от мойки длинную лавку и стал заряжать ружьем. Он рослый, видный матрос с высокой грудью и крепкой шеей. У него крупный нос, кусты, усы и бакенбарды и высокий лоб над светлыми жесткими бровями. — А ты слыхал? Фомин сегодня к бабке Парфень тихий присватывался, — спросил Конев и осклабился. Подобин уложил запасные заряды в сумку, надел шапку, а поверх полушубка огромную доху. В другом конце казармы казак Кузнецов в тулупе затягивал кушак. Подобин подошел к нему. Они пошли в дверь вслед за Соловом. — Всем живется голодно, — подумал Подобин, а Солов наел рожу. — Жрет, что попало, всякую пропастину. Говорит, собачину у еликов пробовал. Конев, оставшийся в казарме, улегся поудобней, кутаясь в одеяло. С осени всем выдали шерстяные одеяла. — Хорошая вещь, тепло под ним. На пост сегодня не идти, можно поспать. А Фомин не на шутку сватался сегодня к старухе Парфинтихе. Все потешаются. Конев и сам думает, что не худо бы жениться, но не на шепелявые же бабки. Найдем место на Амуре с Геннадием Ивановичем хорошее, теплое, а после этого взять бы отпуск, съездить к себе в Пензенскую губернию и там жениться. И жену привезти сюда. И тогда Конев уже не крепостной человек после службы. Сказано, что здесь крепостного нет, и каждый в Сибири может прожить сам. Вот бы! Подобин стоял на морозе у склада, который устроен в вытащенном на сушу бриге Охотск. В вышине во мгле видны его высокие мачты. Летом на них подымаются сигнальные огни. Неподалеку возле казармы конура сторожевой собаки. Чуть что, пес учует, а то и схватит любого. Вокруг поста геляцкие деревни. Они тянутся вдоль лимана и по берегам реки до самого Николаевского поста. Стоят друг от друга в десяти-пятнадцати верстах. Считается шестнадцать деревень, и в них население шесть тысяч, а в экспедиции сорок человек. Но Геннадий Иванович завел с геляками дружбу и гнет на то, чтобы все с ними обходились хорошо. Эти геляки личности самостоятельные, вольные, и даже самим манжурам не поддаются. Вообще-то занятно пожить на такой земле. Насмотришься всего, если бы только не голод. Подобину тяжело, но он терпит, знает, что долг. Все, кто служит, терпят. На то служба. Луна взошла. Огонек горит в доме капитана. Долго не спит Геннадий Иванович. И холодно у него во флигеле, день и ночь топить надо. Да семейный ему легче. Вот Калашников тоже ус не дует. А старик Макринский мучается, хрипит все время, дышать не может. Говорит, как поест рыбы соленой. Так все внутри горит и на сердце давит. Унтер-солов всегда с улыбочкой. Ален Калашникова как-то сказала Ивану, что когда служил солов в Охотске, то просился в каторжную тюрьму в палачи. А сам веселый. Все с шуточкой. Собака пришла, ткнулась в полтулупа. Тишина. Поднимешься на вышку, и видно, как снега горят. По обе стороны косы уже давно замерзло море. Не шумит. Красиво. Редкая ночь. А в пургу занесет весь пост так, что приходится выбираться через чердаки, пушки искать в снегу шестами на ощупь. Капитан велит от пушек снег отгребать. Люди на посту начинают болеть. Подобен полагает, что это от того, что мало дают винного уксуса и водки. К весне будет еще хуже. Если уксус закончится, начнется цинга. А приказчики Бауров и Березин тайком напиваются пьяные. Уверяют, что водку достают у геликов. На Николаевском посту уподобено двое приятелей. Шостаков и Веревкин, которые тоже служили на корабле «Байкал». Шостаков недавно приезжал из Николаевского поста и рассказывал, что Веревкин объявляет всюду, что будто бы, когда шли в 49-м году на шлюпке с лейтенантом Казакевичем, он, а не Конев, увидел Амур первый. Между Коневым и Веревкиным с тех пор идет из-за этого спор. Среди матросов, присланных из охотской портовой команды, есть такие, что играют в Николаевском посту крапленными картами, например, сенатрусов. Поэтому, видно, капитан и отправил несколько надежных людей, в том числе и своего любимца Шостакова, на дальний пост. «На своих Невельской надеяться может». «Значит, капитан сразу заприметил, каких птичек прислал к нему в экспедицию охотское начальство. Крапленые карты завели!» «На Байкале ничего подобного не было. А тут народ сброд. Сбытый охотским начальством с рук не зря. А как его узнаешь, кто он такой? Вот и смотри, а то живые из мешка вытянут чего-нибудь. Вот мы куда попали. Прежде этого не знали и мешки свои не проверяли, когда с вахты приходили. Надо бы мне перемениться местами и спать рядом с Коневым. Со своим надежней. Правда, пока все спокойно». В казарме все спали глубоким сном. Дружные храпы, тяжелые дыхания неслись из всех углов, когда черноуса и чернобровый калашников при свете фонаря начал щипать лучину из высохшего у горячей печи полена. Из-под занавески вылезла жена и у Алена. Зевнула громко, поправила волосы под платком. Поднялась и худая, рослая Матрена Парфентьевна, стал собирать мужа в дорогу. Подобенно казак Кузнецов, сменившись в полночь, спали крепко. Едва зашлепала Алена по полу ногами, Иван проснулся. Стукнула душка ведра, потом подняли гулкую деревянную крышку полупустой кадушки, вода с поднятого полного ведра плеснулась обратно в катку. Опять тяжело и быстро зашлепали босые ноги по чистому полу. Да, это Алена. Вот вода широко хлынула в котел. Теперь послышались легкие шаги. Пустое ведро стукнулось о край кадушки, снова погрузилось и опять вырвалось с водой, и опять раздались торопливые частые шаги. Лучины занялись стреском. Калашников открыл стоявший в углу ларь, достал из него мешок с крупой, без мен, отвесил часть крупы, потом пошел в сени, при которых была кладовка с продуктами, и принес оттуда бочонок с мерзлым коровьим маслом. Он перевернул бочонок и, вывалив масло на стол, стал осторожно соскребать цвель, густой мохнатой зеленью, покрывшую полукруглые стороны на кусках. Подобин сладко уснул. На дворе еще темно. Казак беломестно вслез с нар, он смуглый, малого роста чернявый. Недавно вернулся из экспедиции на Амгунь, куда ходил с офицерами. Обувшись, он ушел на мороз. Вскоре послышался стук. Казак скалывал лед с бочки, в которой возит пресную воду с речки Иски. Прежде возил штрафной матрос старик Яков Макринский, но заболел. Вот еще чьи-то худые и жесткие ноги в севшихся цветных коротких портках спустились на пол. Это казак Иван Масеев, якут. У него орлиный маленький нос на широком лице с сильно набухшими скулами. — Че, утро? — спросил он, протирая глаза. Живо надел торбоса и в одной рубашке ушел на мороз. Поднялся Парфентьев. Ему надо готовить собак и нарты. В казарме запахло дымом. — Что это, боже мой, опять дыма полно! — заворчала старуха Парфентьева. — Глаза ребенку выезд! — заорал младенец Калашниковых. Алена кинулась к нему, и он сразу стих. Слышно было, как ребенок засосал материнскую грудь. Тяжело вздохнул неспавший Фомин. Вернулся Беломестнов и поставил деревянный молоток. Собаки завыли, они встречают рассвет, ждут корма. Геляк Паткин, видно, еще не напарил им юколы. Вода в котле закипела. Калашников выспал крупу. Алена помогает мужу, топит в миске соскобленную цвель. Ведь и в ней жир, ему нельзя пропасть, как крупица золота. Вошли штурманский поручик Воронин, средних лет темно-русый, с обветренным лицом, как у Геляка, и старший унтер-офицер Козлов. Он мал ростом и щупал. У него сухое, бледноватое, узкое лицо, безбровое, с маленькими глазами. От едва заметных скул по щеке падают глубокие морщины. — Что ж плита так дымит? — спросил поручик, глядя, как время от времени дым вырывается из-под котла. Унтер-Козлов заглянул в плиту. — Да маленько камень завалился, — ответил Калашников. — Неужто погода опять переменится? — беспокоится Матрена. — Однако, пурга, не хватит ли тебя в дороге? — говорит она мужу. — Стройся! — раздался голос младшего унтера Солова. Воронин и Козлов назначали людей на работы. Глава вторая. Капитан. Эпиграф. — Мне мои гуси всегда кажутся лебедями. — Чарльз Дарвин. — Подобен. К тебе дружок приехал. Появляясь в полдень в дверях, сказал казак Беломестнов. За ним вошел молодой геляк с румяным лицом. — А-а-а! Таркун! Иван летом выменял у Таркуна шкуру лося за несколько старых гвоздей и кусочек листового железа. Он подстилает шкуру на нары и берет с собой в дорогу, когда предстоит ночлег в лесу. А Таркун из железа сделал наконечники для стрел и подстилку под ступни на лыжи. Это он сам придумал. Его лыжам теперь завидуют все гелики. Подобен перекладывает в углу топку. Геляк присел на краешек нар, глядя на разломанную плиту. Кто-то ткнул его в спину, он оглянулся и увидел Макринского, дрожащего от гнева. — Куда ты, погонь, лезешь? В шею-то по нарам трясти! — Что значит «погонь», — заметил Подобен. — Он такой же человек. — Не хрест! — плюнул старик. Таркун отпрянул и присел на корточке у двери. — Что это ты? — укоризненно спросила Алена, обращаясь к Макринскому. — Даром их нечего приваживать, — шутливо заметил Беломеснов. — Закурим, — доставая кисет, сказал гелику Подобен. — Сиди, сиди. Никто не тронет. Матрос пригласил геликана свое место на нарах, но тот не пошел. — Вот печку перекладывай. В сенях раздались стук голоса. Вскоре появились матросы в полушубках. Они с острова Уд привезли две нарты досок. Там еще по осени разобрали корпус разбившегося брига шелихов. — Этка грязи сколько развели, — со злом сказал курносый матрос Фомин, видя разломанную плиту, глину и камни. Но тут же усмехнулся, заметив в висевшем на стене зеркале красивое лицо Алены. — Становись с мутовками! — раздалась команда Солова. Получив порцию рыбных щей и хлеба, люди подходили к столу и садились на лавке. Молодые ели, держа мутовки на столе, а некоторые пожилые, желая, видно, чтобы во время еды к ним никто не привязывался и не нарушал наслаждение, отворачивались от общего стола и хлебали варево, жадно заедая хлебом. Алена дала ей гелику мутовку, объяснила, чтобы становился в ряд. Муж ее налил гелику щей. Матрена Портфентьева подала гостю кусок хлеба и показала, чтобы сел к столу, но геляк устроился на полу под ленар, поджав под себя ноги, и тоже стал быстро есть. — Мяса нет, все рыба ржавая, — жаловались за столом. Таркун немного понимал по-русски. — Разве мяса нет? — тихо спросил он сидевшего рядом Ивана Масеева по-гелецки. — А где же оно отозвалось тот? Казак Иван Масеев, живя на посту, быстро выучился понимать по-гелецки. Поговаривали, что он и прежде бывал тайком в здешних местах с богатыми якутами торговцами, и поэтому язык легко дался ему. Масеев и гость о чем-то поговорили между собой тихо. — Таркун лось и убил, да вывезти не может, — через некоторое время заметил Масеев, как бы между прочим. Все стихли. — Хорошо, что ты к нам на праздник приехал, — вдруг сказал Беломестнов, наклоняясь к Таркуну и дружески обнимая его. — Ведь завтра праздник, царский день! Эх, и хороший же ты парень! — Что ж сидишь там? Иди к столу, — сказал Фомин, тесняясь на лавке. Сразу весь ряд подвинулся, давая Гелику место. — Так где, говоришь, это мясо? — спросил Солов. Таркун молчал, делая вид, что не понимает. Он знал. Искайские Гелики уверяют русских, что лоси ушли, как только стали подходить сюда и стрелять из пушек. — Ну, а что же ты мясо не довез? — Может, съездить за ним? — спросил боцман Козлов. Рослый казак Андриан Кузнецов, молодой, с мясистым свежим лицом, с толстыми руками и огромной спиной, раньше всех управился и со щами, и с кашей, помолился на икону, подошел к кадушке, зачерпнул полный ковш воды и выпил до дна. — Вот водица хороша, — сказал он, утирая рот и прокуренные пеги и усы ладонью. — Спасибо, Кирша! — Пейте, ребят, на здоровье, — сказал Кир Беломестнов. Он сегодня привез полную бочку пресной воды. — Пока речка иска поит, а вот, однако, скоро лед накатит с моря, и эту речку до весны не сыщешь. Пресную воду трудно добывать, как и тепло для людей, как корм для скота. В колодцах вода солноватая, а часто и совсем соленая. — Бывает же такая вода вкусная? — Прям совсем не соленая. — Хорошо водой обед заглушить. — Спасибо, казак, — подтвердил матрос Конев, тоже управившийся с обедом, принимая полный ковш из рук подобревшего Адриана Кузнецова. Вечером оленья парка Таркуна лежала горой на нарах, а его новые торбоса валялись под столом. Геляк-босой сидел вновь в сложенной печи. Он сходил в тайгу с Коневым, Калашниковым и Беломестновым. На нартах притащили тушу зверя. — Пусть остается ночевать, — говорили в казарме. — Надо дозволение от поручика Ворнова. — Сегодня баня, пусть помоется. — Можешь спать тут на нарах, места хватит, — стараясь сгладить свою вину, — говорил больной старик Макринский. — Сходи в баню. Хорошо там. Для своего удовольствия. Подобин пошел к капитану просить от имени команды позволения помыть Геляка и оставить его ночевать в казарме. В бане душном. Жар пышет от раскаленных камней. Подобин плеснул ведро ледяной воды на каленые камни. Зашипело. Пар хлынул белой пеленой. В клубах его Подобин, Фомин, Конев. Торкуна потянули туда же. — Ты совсем разденься, штаны-то сними, не бойся, не стыдись. А теперь плесни на него горяченьким. Не бойся, Торкун, смотри, мы уважение завсегда сделаем. Да ты не кричи, как резаный! Торкуна вдруг принялись хлестать вениками. — Чего дерешься? — заорал Геляк, понимая, однако, что ему стараются угодить. — Ну, и меня вениками, пожалуй. — Ну-ка, возьми и сам хлещи теперь меня, — сказал Подобин, давая Гелику веник. Гелика опять окатили из ведра. — Ты что? — не на шутку разъярился Торкун. Подобин нагнул ему голову и намылил лохматые волосы. Кто-то поливал, потом ветошью терли спину. — Такое баловство с кипятком, — думал Геляк. — Можно заживо свариться. — Давай сдри свой, а то не берет. — Белеет уж, белеет. — Домой приедешь, баба на тебя не налюбуется, — сказал Иван. — Не признает, скажет, чей такой молоденький? — А ты, Ванька, волосатый, как медведь, — надевая подаренное новое белье, — отшучивался Торкун в предбаннике. Зимой вымылся. — Этого еще не бывало, — удивлялся он в душе. — Так терли и мыли, боялся, что сдерут кожу. Зато теперь легко. На другой день после молебна и пальбы из пушек и ружей солдаты и матросы прошагали по расчищенному месту казармы перед капитаном, потом встали и разошлись. Парад окончился. — Капитан, какой молоденький, — думал Торкун, — и ростом небольшой. Если начальник, старик должен быть обязательно, как у манжуров. Старый умный, а молодой еще дурак. Бывая тут и видя издаля Невельского, Торкун всегда хотел с ним познакомиться. Присутствовавших гелеков пригласили в казарму на угощение. Гелеки садились в перемешку с русскими за большой стол, сложенный во всю длину казармы из досок. Всем подали мутовки с кашей, а детям леденцы и сухари. Тут же сидел рядом со стариками сам капитан и тоже ел кашу. — А как пушки? Всегда у вас заряжены? — спрашивал Ивана Масеева какой-то геляк. — Или как ружье. Заряжается, когда надо стрелять. — Приставал другой. — По уставу, — отвечал Масеев. — Что такое устав? Устав нашелся у молодого солдата. Боцман Солов на днях велел ему выучить раздел нижней чины и лошади. Капитан после ужина позвал к себе некоторых гелеков. В лесгун, потлатый, сутулый, скаец, лет семидесяти, с соловыми глазами, торговавший в зимнем стойбище водкой, остался в казарме. Сидя рядом с Таркуном, он вспомнил Джонку Киталова, что придет летом и привезет много рому, тогда будет веселей. И что с Джонкой он кашу не ест. Матросы позвали Таркуна в свою компанию. — Сыграем в дурака, — тасуя колоду, — сказал Подобин. Таркуну хотелось пойти к капитану, но он сел играть в карты. Четверо казаков взяли ружья и оделись в тулупы. Они выстроились перед казармой, и коренастый боцман повел их. У пушек сегодня двое часовых, у склада один, и у флага, где молились и стреляли, тоже часовой. Часовые время от времени меняются. Все русские выпили по чарочке, но пьяных нет. В казарме у стойки с ружьями тоже стоит часовой и никому не позволяет трогать оружие. Иван Подобин стал собираться с Таркуном к капитану. По дороге геляк доказывал, что валенки дрянь, а не обутки. Ноги в них преют, а от этого болят. Ступню надо заворачивать в траву, и мороз не застудит. Есть такая теплая трава. Тогда обутки можно носить легонькие. Вошли в сенник Невельским, очистили метелкой ноги. Вышла Дуняша, служанка Невельских. Шея у Таркуна вытянулась, стала тонкой. Голова задрожала. За дверью слышны голоса. Сильно пахло табаком. Дуняша позвала капитана. Быстро вышел Невельской. Распахнул боковую дверь в кухню, где горела свеча, и где кто-то маленький, седой и курчавый возился с посудой. Дуняша прошла туда же пособлять. — А-а-а, милости просим, — сказал капитан, обращаясь к Таркуну. Геляк получше мог разглядеть теперь красные и белые кресты на груди и на шее капитана. Подобин вытянулся. — Подарка, подарка! — ласково приговаривал Таркун, доставая из-за пазухи соболью шкурку и протягивая ее капитану. — К вам, Геннадий Иванович, приятель мой! — пояснил матрос. Невельской подарок принял, обнял гелика и поцеловал в обе щеки. — Верткий и ловкий сам, как соболь, — решил Таркун. — Лапы цепкие. — Капитан поблагодарил Подобина и отпустил, а гелика повел в большую комнату. Стол там сдвинут к стене. На полу посреди комнаты, поджав ноги, сидели старые гелики в нерпящих шкурах. Капитан подвел Таркуна и предложил садиться. Лохматые старики потеснились. Таркун робко опустился. Капитан устроился на низком табурете. Рядом с ним ездонок, важный старик из стойбища Пуир на устье Амура, неподалеку от деревни, где живет Таркун. Все с трубками. Дым болит клубами. То и дело руки тянутся к коробке с табаком. Ездонок продолжал рассказывать. Переводил узколобый, горбоносый геляк Паткин, здешний из стойбища Иски. Большие верхние зубы у него выдались наружу, так, словно он всегда смеется. Он служит у русских в экспедиции. По левую руку капитана лицом в один цвет с геляками воронен. Таркун знал его немного. К тому же вчера, по его приказанию, приказчик выдал Таркуну белье. Ездонок на куске бересты рисовал ножом какие-то горы и берег моря с заливами, потом тропы. Таркун, глядя на его большую, круглую, коричневую лысину, подумал, что не будет ничего хорошего, если придется просидеть вот так весь вечер среди стариков, где считаешься глупее всех. Рта не раскроешь при таких злых медведях. Он решил при удобном случае убраться отсюда потихоньку в казарму, к Ваньке Подобину, где можно опять сыграть в дурака. Вошла та самая маленькая русская в шелестящих одеждах с цветами и с седыми волосами, которая возилась за дверью у плиты с девкой. Таркун испугался, но заметил руки, молодые и нежные, держащие поднос с чашками. Он сообразил, что это, видно, жена капитана. Зима, на ней цветы. Еще совсем молоденькая, а волосы как седые. Такие волосы у русских бывают даже у детей. — Знакомься с гостем, Катя, — обратился к ней капитан. — Так правильно это, Катя, — подумал Геляк. — Я угадал. — Я слышала, как вы в коридоре беседовали, — ответила Екатерина Ивановна, расставляя чашки. Одну она поставила перед Таркуном и, подвинув себе низкий табурет, присела подли мужа, желая слушать езда нока. Она прекрасно знала, что открыты экспедиции и что еще следует открыть, куда направлены поиски. Она знала карту края и представляла, что означают ее необъятные белые пятна. Она радовалась за мужа. Он сегодня полон впечатлений. У него необыкновенная способность представлять себе широкую картину по отрывочным сведениям. Муж не раз говорил. Главное, что должны непременно занять мы в этом краю, и без чего на берегах океана у России не будет великого будущего — это гавани на юге. Пока они недоступны для нас. Эти бухты находятся южнее Де Кастре и тянутся одна за другой до корейской границ. Когда муж найдет средство разорвать путы, наложенные Петербургом на его руки, он откроет их. Он говорит, что со временем там будут белые цветущие города и отличные порты. Там теплей, и людям удобно жить. Туда явятся к нам все флаги со всего мира по океану. Именно о тех далеких бухтах, которые почти не замерзают, рассказывает сейчас езда ног. Поэтому так светел сейчас взгляд мужа, и он так бережно берет куски бересты из рук старика. Да, у экспедиции есть цели дальние, только достигнув которых муж сможет считать свое дело исполненным. Он говорит, в будущем Сибирь – не ледяной мешок, не каторгой, не проклятая страна, а преобразованный трудом и наукой цветущий край, преисполненный благами жизни, заселенный сотнями миллионов людей. Во льдах и снегах, в самом гнилом и туманном месте Охотского моря, где его держали петербургские трусы и чиновники, он мечтает и трудится для этого прекрасного будущего. Одновременно экспедиция достигает целей ближних, не менее важных и кладущих основу для достижения целей дальних. В то время как на посту все силы собраны, чтобы сберечь людей и установить доброе соседство с геликами, лучшие офицеры и служащие экспедиции, и ее цвет и надежда стремятся к этим целям. В чудовищные морозы они бредут среди лесов и снегов, по горам и замерзшим рекам, чтобы совершить необходимые открытия. С ними лучшие и самые смелые проводники, казаки, уроженцы Охотского побережья и безгранично преданные туземцы. «Каждая экспедиция из двух-трех человек описывают реки, ищут пути по краю, идет торговля». Ездонок поманил Катю, показал на свою трубку и на опустевшую коробку табаку. Катя принесла другую коробку, раскрыла и набила старику трубку. Ездонок в знак благодарности потрепал своей тяжелой рукой маленькое плечо хозяйки. Вошла Дуняша с блюдом горячих лепешек. Это любимое кушанье геляков. Берестяные карты убрали. Появился горячий чай. Разговор переменился. «Я очень рад, что ты зашел», обратился капитан к Таркуну. «Я слыхал, что ты дружен с Подобиным и бываешь у него. Откуда ты? Из какой деревни?» Молодой геляк широко улыбнулся и подсел поближе. Оказавшись рядом с Катей, он покосился на цветы, украшавшие ее платье, почувствовал запах цветов. «Но не может быть сейчас цветов. Это все так сделано, и даже запах русские подделали». Невельской спросил Таркуна, откуда он. Геляк ответил, что живет на острове Лангр, неподалеку. Объяснил, что от материка идет эта длинная песчаная коса, где стоит пост. Потом узкий пролив и очень длинный узкий остров Уд, как продолжение косы. Потом опять пролив и остров Лангр. это уж в лимане Великой реки. Невельской это и сам знал. Таркун снова посмотрел на цветы на платье. Екатерина Ивановна заметила его любопытство и спросила, «У тебя есть жена?» Паткин перевел. «Да, есть жена», — ответил Таркун. «А ты любишь свою жену? Она красивая?» Чуть клонясь к Таркуну, вдруг спросил Катя на чистом геляцком языке. Гелики остолбенили. Старый ездонок закашивался, как бы поперхнувшись. Таркун был поражен и вытаращил глаза морща лоб. Катя смотрела ожидающе, а глаза ее цвета морской воды становились все нежнее и мягче. Но, кажется, это притворство. Она подсмеивалась над мужчиной. «Красивая», — гордо ответил Таркун. Его открытое и смелое лицо вспыхнуло. Оно понравилось Кате выражением достоинства. «Но почему не скажешь, любишь ли ее?» Еще нежнее стали ее глаза. «Конечно, люблю», — вдруг побледнев, решительно ответил геляк, зная, что позорит себя перед стариками. «Тогда возьми для нее вот это». Маленькие руки Кати быстро откололи одну из веток искусственной сирени, что присланы были фирмой Герлен в Иркутске из Парижа еще к прошлому осеннему сезону вместе с платьями, тофтой и выкройками. Таркун взял цветы на обе полураскрытые ладони, посмотрел не на цветы, а на Катю. «Почему ты не привез свою жену? Разве вы не берете с собой жен, когда едете в гости?» продолжала Катя, с трудом подбирая слова и обегая взглядом стариков, как бы принуждая их участвовать в разговоре. Но это был солидный народ, что-то вроде отставных генералов, уволенных с мундиром и пенсией. «Берем», — неохотно ответил ездонок. «Конечно, берем, выручая мрачных деловых людей», — сказал Таркун. «Ведь ей скучно без тебя. Она красивая и тебя любит», — кокетливо продолжала Катя по-гилецки. «Не правда ли? В следующий раз прошу тебя, привези ее с собой», — добавила она по-русски. И Паткин снова все перевел. «Слушают с таким видом, будто им по шее наклали», — подумал Невельской про своих поникших гостей. Было поздно, когда делики дружески простились, обнимая и целуя хозяина и хозяйку. За окнами выл ветер, стужа на дворе все сильней. Дуняша только что закрыла печи, и от них пышет жаром. Девушка укладывалась на кухне, на кровати за пологом. Под окнами ходил часовой. «А в Петербурге сегодня парад, балы, торжество», — сказал Невельской, проверяя на ночь свои пистолеты. «А ты, мой друг, подавала чай моим приятелям и набивала геляцкие трубки». Но Екатерина Ивановна счастлива и не скучает о далеких балах. Жизнь геляков ужасна. Она уже рассказывала мужу, что у гелячик бывают странные обычаи. Оказывается, женщины в казарме давно знают об этом. Второго мужа гелячик они называют половинщиком. Говорят, что этот же обычай знаком им прежде. Он существует у народов Охотского побережья и на Аляске. У жены геляка Паткина половинщик — брат мужа. К одному из геляков напрашивался в половинщике казак Андриан Гузнецов, обещая построить избу. Геннадий Иванович тоже слыхал что-то подобное от миссионера Иннокентия, когда встречал его в Аяне. В самом деле, думает он, честь России не только в том, чтобы поднять тут флаг, устраивать парады и праздновать царские дни. Жена права. Но кто из нас сможет оказывать влияние на геляков? Пока что мы должны лишь неблагодетельствовать их насильственными благодеяниями. А из казармы доносилось пение хора. Там женщины, одеты празднично, в белоснежных платочках, красавица Алена верно выплясывает. Прибежала худая, веселая матрена Парфентьева в платке. Она в сарафане с расшитыми белыми рукавами и нарумянина. Стала рассказывать, что геляки пришли от капитана очень довольные и гуляют, а Иван Подобин учит ездынока танцевать Камаринского, и вся казарма помирает со смеху. — Идем, Кать, посмотрим, да и сама спляшешь. Через некоторое время в обмерзшую дверь вошла Алена Калашникова, белокурая, румяная, в седых висках и ресницах, видно, надышалась на морозе. Она под пуховой шалью в красном сарафане. — Кать, идем, сияя от радости, сказала она. — Да и вы, Геннадий Иванович, погуляйте с нами в праздник. — Закрывай избу, ай да! — сказала она Дуняше. — Споете с Иваном-то, Геннадий Иванович? Порадуйте команду. — Да и на кадрель нам кавалеров не хватает, бойко глянула она на капитана. Геннадий Иванович и сам не прочь был. Он живо накинул полушубок. — Кадрель так кадрель. — Ай да, Алена, да зови Харитину Михалну. За дверью кто-то говорил с часовым, видно, провожатой Алены. Вот и надышалась она, что ресницы закуржавили. Утром гелики разъезжались. — А ты тут один хозяин, или еще кроме тебя есть купцы? — вдруг спросил старый ездонок у Невельского. — Тут все купцы. Мы торгуем порознь, но товар держим вместе, — ответил Невельской. — А, ну, это хорошо. Глава третья. Возвращение Чихачева. — Николай Матвеевич приехали! — всплеснув руками, воскликнула на кухне Дуняша. — И Алексей Петрович с ними! И Афоня! Все живы-здоровы! Екатерина Ивановна кинулась к протаявшему на солнце кружку на окне. Невельской схватил шапку и выскочил на мороз. Вскоре он вернулся с приехавшими. — Здравствуйте, Екатерина Ивановна! — говорил, энергично поворачиваясь всем корпусом, высокий, бородатый, худой юноша-офицер. Нос у него прямой, немного вверх, от этого выражения лица несколько гордое и заносчивое. Губы детские, пухлые, голову он держит гордо. Приказчик Березин живо скинул доху, а Чихачев не мог. Дуняш стал помогать Николаю Матвеевичу раздеваться, стаскивал узкие, заингивившие, словно приросшие рукава тулупа. Геннадий Иванович отдавал распоряжение унтер-офицеру и приказчику Баурову принять привезенные меха и устроить каюров. — Простите, я сам, сказал Николай Матвеевич, заметив, что Екатерина Ивановна хочет помочь. Не позволяя ей принять тулуп, Николай Матвеевич положил его на руки служанки. Мичман Николай Матвеевич Чихачев, рослый, пышущий здоровьем, осенью поступил в экспедицию с крейсера Оливудца. Сейчас он заметно осунулся, лицо обросло густой темной бородой и пожелтело, щеки запали. Его синие, когда-то веселые глаза кажутся больными. Курт на нем висит, как на вешалке. Входя в комнату, он стал неловко расстегивать сумку одеревневшими от холода руками. Его спутник, Алексей Петрович Березин, мало переменился, только лицо в светлой бороде опухло и почернело. Это от морозов, или, быть может, от копоти очагов и костров. — Полтораста штук соболей и шестьдесят четыре лисицы, Геннадий Иванович! — воскликнул приказчик, поглядывая на стол, куда Невельской уже поставил графин. — Но трудно с манжурами тягаться. Ничего не скажешь. Я их еще по кяхте знаю. Они водкой действуют. Из кухни доносился треск дров в плите. Там забулькали, падая в кипяток, мороженые пельмени. — Вот карты, Геннадий Иванович! Чихачев вынул пачку бумаг, развернул одну из них на столе. Он стал рассказывать. Вошел проводник Афанасий, коренастый тунгус с суровым выражением лица и быстрыми глазами. — Жаль, что я прерываю вас, господа, но теплая вода готова, и сейчас будет обед, выходя из кухни, сказала Невельская, обращаясь к Чихачеву. — И я тоже хочу слышать ваши рассказы, Николай Матвеевич. Чихачев почтительно склонился, втайне вспыхнув от этих слов. Он даже щелкнул унтами друг от друга, так, словно на них были каблуки. Екатерина Ивановна поставила две тарелки, с тонко нарезанными ломтиками соленой рыбы и холодного мяса. — Где же вы это ездили, — расспрашивал на кухне Дуняша, умывающегося мичмана. И что это вы так похудели, Николай Матвеевич? — Были там Дуняша, куда Маккар Телят не гонял, — с удовольствием умываясь, ответил Чихачев. Березин захватил пальцами уголек в плите, закурил трубку и дал закурить Афоне. Когда вернулись в комнату, на столе уже дымилась большая миска с пельменями. — Не помереть бы нам с непривычки от такого обеда, — заметил Березин. — Как думаешь, Афоня? Тунгус ел молча, только глаза его сверкали от удовольствия. Николай Матвеевич был в ударе, рассказывал все со спокойствием и знанием дела. Он объяснил, что достиг селения Кизи на берегу протоки, ведущей из Амура в озеро Кизи, и описал часть озера и протоку. — А до Декастре не удалось? — Нет, сил не стало, продуктов не хватило. По сведениям, полученным от туземцев, подтверждается, что озеро Кизи находится очень близко от морского залива Нангмар, который, очевидно, и есть залив Декастре, описанный Лаперузом. Гелики утверждают, что этот залив освобождается от льда гораздо раньше, чем залив счастья, и замерзает на полтора месяца позже его. От стола, с лежащими на нем черновыми картами, Невельской перешел к большой карте на стене, куда заносился каждый вновь открытый пункт. Эта карта в большей своей части бела. Геннадий Иванович снял ее с гвоздей, продетых в ушки, и наложил на письменный стол, стоящий в углу. Карандашом, быстро и слабо, как художник, делающий первый эскиз, стал набрасывать протоку и берег озера Кизи, потом изгибы реки и деревни с названиями. Целая цепь их потянулась вниз. Видно, не терпелось скорее заполнить белое пространство. Он умело соблюдал масштаб, так что Чихачев и Березин любовались. Верно получалось. Одна деревня только не на ту сторону попала, Геннадий Иванович, заметил приказчик. Невельской спросил, кого из знакомых встречали и хорошо ли гелики в тех местах принимали. Березин сказал, что на озере Кизи живут гелики иного племени и называют себя мангунами. У них почище дома и сами полюбизней. А выдавали вы себя за самостоятельного купца? Как же, Геннадий Иванович, Николай Матвеевич был особый купец, и у него товар свой, а я сам по себе. И товар держали мы порознь, и друг у друга старались покупателей перебить. Все было, как вы велели, да с ними иначе и нельзя. Проводники не проговорились, что товар казенный или компанейский. Не боже мой, они были наши приказчики, и я рассказывал геликам, что у меня товар лучше, хоть и меньше приказчиков, чем у Николая. Неверской чувствовал, что Березин все его распоряжения исполняет с охотой и даже с энтузиазмом. А угощали покупателей? Как же, это уж как принято. Но тут водки много не идет на угощение. Туземцы приучены пить из маленьких чашечек. Манжуры напаивают их до пьяна и берут меха дешево. Мы водки не давали, но угощали и дарили подарки, и норовили продать сикицы, железо, сукно, чтобы они поняли разницу нашего товара с манчжурским. Николай Матвеич даже в одном месте лепешки пек. Где это было? Да не на самом лекези. Совершенно вера. На этом и не скупились. А встречали манчжуров. Как же? Да только по правде сказать, хитро прищурился Березин, купцы из нас, если сравнить с ними, оказались неважнецкие. Чем же? Встревожился Невельской. Товару маловато. Уж я геликов удивлял красным сукном. Живо отбил покупателей от манчжуров. И те сами прибежали смотреть. Схватились за куски руками, кричат, молодой. Отдали. Как же? Но не все. Часть. Остальное геликам. Дохватил только на три деревни. Один из манчжуров крепко обиделся на нас и затаил зло. Кто же такой? Зовут его Мунька. А правильное имя мне его товарищ сказал. Джан Синт или Джан Син. Настоящий манчжур, породистый, с рыжими усами. Китайцы и черные все, а этот белобрысый. У него резиденция обычно в деревне Вайда, неподалеку от нашего Николаевского поста. Но он приезжает из Манчжурии и ездит далеко. У него работники с собой. И в кабале держит он много должников. Гелики народ горячий. Чуть что за ножи. Но он умело обходится с ними. Соболи возьмет чуть недаром. Но побрякушек даст в подарок и угостит. Мыло это сверх цены. И геляк доволен. Про нож забыл и валится пьян. Бывает Мунька и здесь. У него должники на Удде совсем рядом. И с Искайскими он прежде торговал. Но мне сказал, мол, разве вам мало, если вы торгуете на Иске, зачем же пришли торговать сюда? А как увидал, сколько мы товару даем за Соболя, так чуть не лопнул от злости. А вы? Я продал ему товару. Мне мало важности. А потом он разошелся и стал бузить. Так я чуть ему не поднес кулак к носу. Спасибо, Николай Матвеевич. Вовремя удержал меня. Как же Муньки не осерчать, когда ему разорение? Так дурить геляков больше ему не приходится, как прежде. Значит, товар наш берут хорошо. Смотрите по Соболям. Да вы сами, Геннадий Иванович, торговали здесь, знаете. На тыре вас помнят. Даже слишком наш товар хорош для геляков. Березин бывал на кяхте, встречался и с китайскими торговцами, служил у купцов в Иркутске, потом торговал в Якутске в компании, торговал и в городе, и в развоз, бывал на факториях. Приехав в Петровское на службу в компанейскую факторию, он поразился, как умело ведут дела некоторые манчжурские торгаши на Амуре, и еще тем, какие распоряжения отдал ему Невельской, и как он стал торговать компанейским товаром по своему усмотрению, вопреки всем инструкциям, и того же требовал от Перезина. Приказал всем офицерам в разъездах называть себя самостоятельными, независимыми от фактории торгашами. Березин понимал, что манчжуры — опасные соперники, и что у них есть козырь, водка, чего нет у нас. Соперничать с ними можно, лишь торгуя товаром хорошим. Но дурак и хороший товар отдаст, и в дураках останется. И еще нужны умения. И Березин постарался, и Чихачеву учил, как лучше действовать. Невельской доволен. Соболей привезено гораздо больше, чем предполагалось. Недаром обсуждали всю осень, как торговать. Немало помог своими советами пятидесятилетний прапорщик Дмитрий Иванович Орлов, который прожил среди геликов два года и еще прежде бывал тут у них. Теперь и он путешествует в качестве купца по тайге, торгует и делает опись. Как-то у него идут дела. Вошел боцман Козлов. — Что тебе? — спросил капитан. — Бань готова. — Да, каким мылом прикажете Каюров мыть, ваше высокоблагородие? — То есть как каким мылом? — Да приказчик Бауров спрашивает, мол, казеном или компанейским. А если, мол, компанейским, так чтобы я прислал письменные требования. — Вот видели, Николай Матвеевич, какую мы бюрократию продолжаем здесь разводить, — обратился Невельской к Чихачеву. — Да это не просто бюрократия. Бауров в бюрократии видит проявление патриотизма. — А ну, Баурова, сюда! — Это все протест против меня. — Разве я не понимаю? — Эх, компанейские питомцы! Козлов, уходя, похлопал дверью, которая не закрывалась, почистил ее чем-то и, наконец, притворил. Служащие российско-американской компании вояне с Кашеверовым во голове все время внушают своим приказчикам. Тут Невельской кинул строгий взгляд на Березина, что не лавка для экспедиции, а экспедиция для лавки. — Если это в мой огород, то совсем напрасно, — подумал Алексей Петрович Березин, что я и доказал. Очень уж пылок наш Геннадий Иванович. Пришел приказчик. Невельской принялся отчитывать его. Березин обернулся к двери и хитро подмигнул Баурову. Когда ушел приказчик, Невельской сказал, что новая экспедиция должна из бассейна Амгуни перевалить через хребты в бассейн реки Горюн. И он заговорил про такие далекие и глухие места, о которых Николай Матвеич слыхал только мельком. — Ему легко строить подобные планы, — с обидой подумал Мичман и дядь Невельских. — Но что все это значит? Не меня ли Геннадий Иванович в новую экспедицию собрался послать? — Нет, уж довольна. Неужели он не понимает, что я устал? Не раз Чихачев проклинал себя, что ушел в Соливуце и остался на берегу, и давал за рог, что никогда больше не пойдет в сухопутные экспедиции. Еще сегодня он как-то постеснялся свои претензии выразить. Екатерина Ивановна восхищалась, слушая его рассказы, и он почувствовал при ней себя героем. После бани Николай Матвеич и Березин отдохнули у себя в офицерском флигеле, отдали белье в стирку. Вечером снова были у Невельских. Пришла Орлова, темно-русая, совсем молодая женщина в пуховом платке и в ватной телогрейке. Она из якутских мещан. Муж ее, Дмитрий Иванович Орлов, ищет каменные пограничные столбы, якобы поставленные манджурами под становым хребтом. Об этих столбах идет спор в науке, в географическом обществе, в министерстве у Нессельроды. А гелики, когда их об этом расспрашиваешь, смеются и говорят, что ничего подобного не существует. Пришел штурманский поручик Воронин, как всегда серьезный и скромный. Он в ватной куртке и в валенках. Вслед за ним появился доктор Орлов, однофамилец Дмитрия Ивановича. Ему за сорок, у него обрюзгшее лицо в морщинах, с мешками у серых глаз и усы, переходящие в тронутые сединой бакенбарды. Доктор только что вернулся из селения Коль, куда ездил лечить геляцких детей. К чаю Екатерина Ивановна успела испечь пудинг из риса, который привез Березин от манджуров. Орлову принесла сибирское кушанье собственного приготовления, сбоины, давленные ядрышки кедровых орехов. К вечеру ударил сильный мороз. Екатерина Ивановна тоже надела ватную куртку. В комнате прохладно, в такую погоду почти невозможно натопить дом. В казарме, где живут сорок человек и непрерывно топятся два чувала, гораздо теплей. Простой народ умеет согреться и приспособиться. Там топят всю ночь, стены завалены снаружи снегом, казарма как бы закутана. Екатерина Ивановна любит зайти туда, но и там стены из сырого леса и между бревен намерзает лед. Слушая своего начальника, Березин хитро щурился. — Но на кого же Геннадий Иванович рассчитывает, — думал Николай Матвеевич, — кто будет исполнять все эти неисполнимые планы? Там, куда Невельской метит, нет ничего, без людей, пустыня лесная. По Амуру ехали, так хоть в деревнях ночевали, и то еле живы. А в тайге с голоду погибнешь. Екатерина Ивановна заметила, что Чихачев чем-то недоволен, но не догадывалась о причине и по-прежнему смотрела на него с восхищением. Вдруг Чихачев заметил выражение ее лица, как электрический ток прошел по нему. Он взглянул на себя и ее взором и подумал, — в ее глазах ведь он герой. Быть может, действительно, для него нет ничего неисполнимого. Ведь это только иногда кажется, что не выдержишь. Молодушие какое-то. Мысль эта вдруг воодушевила, Николай Матвеевич. Как и каждый молодой офицер, он втайне не раз мечтал совершить подвиг. Но снабжение и снаряжение нашей экспедиции, Геннадий Иванович, смело заговорил Николай Матвеевич, показывая, что не желает сдаваться сразу, поставлено было из рук вон плохо. Мы торговали и угощали, а сами вернулись голодные и еле живы. Незаметно для себя Чихачев в этот вечер оказался втянутым в рассуждения о планах нового похода и даже стал развивать мысли, что и как лучше сделать. И нельзя брать с собой в такую дальнюю дорогу большой груз товаров и продуктов. Невельской желал послать две экспедиции. Одну через Горную область, а другую с тремя-четырьмя нартами товаров и с продуктами по Амуру. Первая будет исследовать, говорил он, а вторая производить расторжку и мену и будет обозом первой. Чтобы видели, страна наша, мы все время ездим по краю, заботимся о безопасности жителей. Для этого взять с собой вооруженных казаков. Одного посмышленнее и назначим вторым купцом. И будто бы вы, Алексей Петрович, путешествуете с ним в компании, но опять товар порознь. Назначить пункт, где встретитесь с Николаем Матвеевичем, когда он выйдет из тайги. Вот вам и не придется, Николай Матвеевич, тащить с собой на Амгуне оттуда через хребты груз товаров и продуктов. «Получите пополнение от Алексея Петровича на Амуре и дальше пойдете вместе в Де Кастре, снабженные вполне». Он уже назначил меня и Березина в начальнике экспедиции и маршрут придумал. Невельской пошел к карте и стал говорить, что это только начало, и он пошлет еще одну, третью экспедицию на Сахалин. «К Рождеству вернется Дмитрий Иванович. Башняк будет нашим гостем. Мы, господа, соберемся все вместе, наши представления о крае станут полней, и мы отдохнем и повеселимся. Заодно и решим, обсудим все сообща, куда и кто пойдет». «Вот бы куда мне. На Сахалин, — подумал Николай Матвеевич. Рядом Япония, роскошный, как слышно, остров. «Я бы на Сахалин с удовольствием». Екатерина Ивановна тут заметила, что хорошо бы приготовить на праздник домашний спектакль, разыграть комедию. «Да, — согласился Невельской, — теперь начинается самое трудное, пуржливое время года, и раньше, чем через месяц после Рождества, никто никуда не тронется». У Чихачева на душе отлегло. «Право стоит, как Екатерина Ивановна предлагает, разучить женитьбу, или еще лучше сцены из ревизора, и тем временем обдумать все хорошенько». А Геннадий Иванович хитер, хоть и запальчив, — думал Березин, — знает, чем приманить нашего брата. Похоже было, что все экспедиции Невельским давно обдуманы. Глава четвертая. Торговля. Утром Невельской пошел в магазин. Светало, и снега косы, заливы и море слились в сплошной синеве. Нынче зима снежная, и вся коса выросла аршина натрием. Пост раскопан, как открытый разрез с ходами на руднике, и на дне его дома. Местами укатаны съезды для нарты лыжников. Внизу тихо, не страшен ветер, когда подует с моря, и мороз не так бьет людей. Над снежным городком торчит вышка с флагом и часовым. «От снега теплей», — говорят казаки. К старому, вытащенному на берег Бригу Охотск, ведет ход в сугробах. Вокруг завалы снега, а за ними вдали заструги по всей косе. На судне каюты, в том числе и капитанское, разгороженные, переборки между ними сняты, образовалось обширное помещение. С потолка, как огромное меховое одеяло, свешивается сплошная мохнатая стена из полномерных лисиц. При свечах работают приказчики. Тут же двое геликов. Березин и Бауров рассматривают на прилавке каждую шкурку, сортируют соболей. На небольшом столе стопка бумаги, чернильницы, счеты и большая книга. Бауров время от времени записывает число и сорт принятых шкурок. Тепло. Топится железная печь. По стенам полки с товарами. В соседнее помещение открыта дверь. Там, в бывшей жилой палубе, виднеются бочонки и шкуры больших зверей. Медведи, лоси и тюлени. В трюме тоже полно звериных шкур. Гелики, соседи, приехали с острова Удд. Они соблюдают порядок и с любопытством смотрят и ждут, когда приказчики закончат дела и займутся ими. Когда вошел капитан, они поднялись и обняли его по очереди. Таков геляцкий обычай. Геннадий Иванович строго его придерживается, что нередко вызывает насмешки некоторых его подчиненных. Торг на посту ведется компанейским товаром. И от компании присланы приказчики в распоряжении начальника экспедиции, как просил Муравьев. Магазином и всем торгом заведует Дмитрий Иванович Орлов. Один из офицеров экспедиции, находящийся и на компанейской службе, как и все участники экспедиции. В управлении российско-американской компанией в Петербурге, а также в Аяне, где находится важная фактория и склад для пушнины, прибывающие из Аляски, считают, что в Петровском главное – магазин, а не экспедиция. А экспедиция только для охраны торга. Но Невельской подчинил магазин экспедиции, отстранил Орлова от управления торговыми делами и занимается ими сам, требует от приказчиков полного и беспрекословного подчинения. — Цены он меняет и твердит, что всю ответственность берет на себя. — Когда приехали? — спросил капитан Угеляков. — Вчера, — испуганно ответил добродушный толстый Мюнзгун. — Вчера на магазин ходили, — сказал, как бы оправдываясь, другой геляк, Хурх. Он тоже невысок ростом, лохматый, черный, как жук, с редкими усиками и с пристальными глазами, черными, как уголь. — Как раз магазин закрывали, — добавил он, кивая на Баурова. — Наши не попали. — Ночевали деревне, — пояснил Мамзгун. — Имя в охотку. — Сами рады поглядеть и у нас пожить, — сказал черноусый молодцеватый Бауров. Невельской покосился на приказчика. — Дивные меха привезли, ваше скородие. — А ты опасался, что товар заре отранжирили? — Вот теперь напиши, воян, что недаром хлеб едим. — Завсегда напрасно укоряете, Геннадий Иванович. Я ведь человек подневольный. Бауров, несмотря на все распоряжения Невельского, оставался верен своему долгу и пытался, сколь возможно, отстоять то, что требовалось данными ему от компанейских служащих инструкциями. — Глядите, Геннадий Иванович! — воскликнул Березин, растягивая перед огнем черную шкурку. — Глядите, какой мерный! Тигр, а не соболь! Вот зверина! Черный! А посмотрите, какая ость! Березин дунул в мех, который открывался воронкой под струей воздуха, обнаруживая густой волос. Какая-то мамзельку пчихоли напялит на себя. Как полагаете, Геннадий Иванович, куда этого соболя вывезут? Этот сорт называется у нас Баргузинский. В Верховьеве Хамгуни, говорят, высокие горы со снегом. Там в холоде родятся такие, в хребтах. Невельской присел на табуретку, угостил геликов табаком и сам закурил трубку. — Твоя лавка? — спросил свирепый хур. — Моя. — Богатый! — похлопал мамзгун по плечу капитана. — Хозяин? — Хозяин. — И он? — Тоже хозяин! — кивнул геляк на Баурова. — Тоже хозяин. У геляков был такой вид, словно им чего-то надо от Невельского. Он догадывался, дело обычное. — А как ты нерпу зимой бьешь? — спросил капитан Хурга. — Копьем. — И стрелой. — Или такой штука тоже есть, такой маленький, потом есть еще большой, — сказал мамзгун. Видя, что капитан на этот раз угощать их не собирается, гелики стали поглядывать на полки. — Покажи вон тот красненький, — сказал мамзгун. — Бауров, снимите для них сукно. — Они надоели мне, Геннадий Иванович. — Сами не понимают, чего хотят, — ответил приказчик. — Красное сукно ему брать не на что, этот товар не понемус. А что я ему предлагаю, он не берет. Чуть ли не весь магазин для него перерой, а мне некогда, сами видите, — добавил он с раздражением. Гевельской поднялся и не успел Бауров опомниться, как уж он достал с верхней полки кусок сукна и кинул его ловко так, что оно частью развернулось по прилавку. Гелики поднялись и с серьезным видом стали трогать сукно. — Только зря замарают, — как бы оправдываясь, — пробурчал приказчик. — У тебя не на что это покупать, — вразумляюще сказал Ангелику. — Вот меткаль, это по тебе. Баурову казалось, что Невельской зря хвастается и упрекает его, выказывая себя заправским торгашом. Березин мотнул головой, подмигнул товарищу, как бы предостерегая его, но Баурова трудно остановить. Капитан стал кидать Драдидам, а потом Плис, Ситец, волны материи бушевали на прилавке. — Позвольте уж я, — засуетился Бауров. Гелики достали двух лисиц из мешка, и торг состоялся. — Запишите все, Бауров. Капитан повел Геликов к себе. Мамсгун и Хурх после обеда укатили домой. — Как же можно этак обращаться с покупателями? — говорил Невельской, явившись к приказчикам. — Да вы в своем уме! Манжур при торге непременно угощает их, одаривает мелочами и всячески ухаживает. — Вы-то, Алексей Петрович, знаете это отлично! Алексей Петрович Березин молчал, показывая, что тут дело не его, и он вмешиваться не собирается. Он разъездной торгаш. Лавка — дело не его. — Так мы отгоняем от себя покупателей. Я не могу разорваться. Какой прок в их лисах, пока вон сколько товару надо убрать? — Да и лисы их не так уж хороши, — возразил Бауров. Да разве дело в лисах? Умейте взять хорошие меха, но умейте и на риск идти. Ему нужно? Дайте, он отплатит в другой раз. Но не оскорбляйте. Как мне вам в голову вбить, что экспедиция не может ограничить свою деятельность извлечением прибыли для компаний? Поймите раз и навсегда, каждый, кто приходит к нам, должен уйти нашим другом. В этом смысл. — Я этот смысл не могу послать вместо отчета военскую факторию, — раздраженно ответил Бауров. — Товары все на мне в этой лавке, и я ими распоряжаюсь. Я здесь капитан, как на судне среди океана, и распоряжаюсь всем я, и могу отстранить вас и судить военным судом. И отвечаю за все я. — Извольте подчиняться. Извольте не портить мне отношения с туземцами, не знакомить их с вашим отвратительным компанейским бюрократизмом. А если, может быть, являются те, кому не на что купить? — А вам-то какое дело? — И в этом случае извольте шевелиться, все показать добросовестно, и я буду следить и взыскивать с вас, если мое распоряжение не выполните. Извольте угощать их, на это средства вам указаны, и я представил вам мое письменное распоряжение. Каюрская изба к вашим услугам, и не посылайте их ночевать в деревню, они наши гости. Это их обычаи, мы должны его придерживаться. За нами такая сила, как наш товар, несравнимый ни с чем для них. Так умейте воспользоваться выгодой, отбросьте раз и навсегда эту надутую важность. Геляк такой же человек, как вы, и как я. — Верно, Алексей Петрович? — Это как вам будет угодно, Геннадий Иванович, — отвечает Березин. — Вот так-то, господа. Поймите, что мы и компанию вашу не оберем, так как соболя тут слишком дешево и мехов много. Но дайте народу избавление от манчжурских купцов и не уступайте им, а то на этом сыграют, и нам может прийтись плохо. Поначалу малая была торговля, — говорил Невельской, придя к себе домой. А теперь все больше, и мы весной отошлем с первым судном большую партию отличных соболей. Подло это, как подумаешь, что трудимся для акционеров компании, да что поделаешь. Геляки очень довольные уехали, а Бауров — бюрократ, вчера даже разговаривать с ними не стал и не пустил в магазин. Проклятые нравы. Геляка надо понять, для него торговля отрада, но ему хочется иметь свободу выбора. Он то к одному купцу пойдет, то к другому и тоже ищет выгод. Поэтому они боятся сговора купцов, то есть монополии, которые им ненавистны, и они хоть и дикари, но отлично понимают, что это такое. Они у меня всегда спрашивают, кто у нас хозяин, кто работник. Почему, мол, ты говоришь, что вы друг дружку чужие, а товар у вас лежит вместе? Видишь, до чего они додумались? Они знают, что в верховьях реки манжурские купцы составили компании, поделили речки между собой и закабаляют гольдов, так что тем и некуда уйти, если бы и захотели. На них из Китая движется опасность, и они это понимают и боятся. Не с тем ли и мы приехали? Они уже говорили мне, что манжуры устанавливают цены общие, и между ними, видно, здесь готовится тайный сговор. Но гелики им не хотят поддаваться, грозят ножами и стращают, что перестанут манжуров пускать в свою землю. Не хотят монополии, которые боятся, как огня, хотя и не читали газет. Только бы мы с умом действовали, и торговля налаживалась бы у нас и с ними, и с манжурами. Невельской рассказывал жене, как в 49-м году впервые сошелся с манжурскими купцами и еще в то лето наблюдал их торговлю. Первое их преимущество — водка. Действуют беспощадно, угощают покупателей, при продаже разводят ее или что-то добавляют, отчего пьющий совсем дуреет. Второе — знание геляцкого языка и обычаев. А у нас ты единственная во всей экспедиции, кто добросовестно учит его. И еще Иван Масеев. Да Дмитрий Иванович знает, но без тунгусов или чембуки и он никуда. Хорошо, что соседи наши сами быстро выучиваются по-русски. Как действуют манжуры? Купец придет в гости, рассказывает новости. Об Агдыхане, о войнах, о торговле. Тут потом в ход идет все. И сплетни городские, и небылицы, и все, что делается в соседних державах и как бы о военных маневрах. Деликам это нравится, дает пищу воображению. Купец дарит им разные мелочи, уверяет, что привез для них из Китая нарочно подарки, не забудет жену, детей, еще угощает. Меха скупает по дешевке, но если надо, дает в долг и понемногу закабаляет. Он становится необходим. Как такому откажешь? Пусть мне много рассказывал и Чумбока тоже. Тягаться трудно, если будем действовать как бюрократы. И куда только манжуры не добираются. Мунька ездит на Коль, на Сахалин. Но у них есть способы, которые нам трудно перенять. Туземцы страдают от них, но без них не могут. Трудно нам тягаться, но я добьюсь своего. На другой день прикатил Судда Тятих, такой же маленький и толстый, как Мамсгун. Явился прямо к Невельскому. Поцеловал его, попил чаю и попросил показать тот товар, что вчера покупали его товарищи. Невельской послал за приказчиком и вместе пошли в магазин. — Да он не возьмет ничего, — сказал Бауров, показывая то один кусок, то другой. — Не наше с вами дело. Обязаны показать все, что просит. Тятих заставил снимать сукно с верхних полок. Щупал и потом сказал, что брать ничего не будет. — У меня на них есть нюх, — Геннадий Иванович, — сказал Бауров с гордостью. — Возьми в долг, — сказал Невельской Гелику. — И в долг не надо. — Если бы не ваше приказание, Геннадий Иванович, — хоть вы меня завсегда упрекаете, — сказал Бауров, видя досаду на лице капитана, — то я бы дал ему такую пинка, что он бы летел через трап и еще на отрисажение в снег вошел. — Не смейте. — Разве я не понимаю, Геннадий Иванович? Я завсегда вас понимаю. И даже политичность ваша понятна. Я обхожусь поэтому с ними ласково, а совсем не так, как они заслуживают. Вот вы сравниваете торговлю нашу с манджурской. — Да разве можно? У манджуров нет ничего хорошего, кроме шелков да добы сини. Крупа — да грош ему цена, а их пшену. — А мы даем ситец, сукно, скобяной товар, инструмент, эх ты! — с презрением сказал он тятиху. — Так ничего не берешь? — Нетю, — ответил свирепо хмурясь, а дутловатый широкогрудый геляк и поспешно улыбнулся. — А ведь считается у них богачом, — сказал Бауров. — Вон и шапка отделана Соболем, и хохотунчик из выдоры. Они ведь как манжуры ценят выдру дороже Соболя. Геляк, улыбаясь, поцеловал и приказчика, и Невельского. И уехал. — Вот, видели его? Перерыл всю лавку, да и был таков. Но я бы не посмотрел, что он богач. И как вы, Геннадий Иванович, благородный человек, позволяете себя целовать дикарю? На другой день и явились гости издалека. Во главе их старик Чедано, знакомый Невельского с лета прошлого, пятидесятого года. Этих пришлось угощать как следует. Их поместили в Каюрской. Там теперь поставлен еще один очаг, сделаны нары, столы и табуретки. Есть котел для приготовления пищи. Паткан там топит печку, хозяйничает и готовит гостям пищу. Чедано привез подарки. Свежее мясо оленя, меховые торбоса Невельскому и рукавички его жене. Невельской водил Чедано с его приятелями в магазин. Баурову пришлось опять все показывать. Невельской одарил гелика табаком, бусами и материей. Чедано плохо говорил по-русски, поэтому пришлось вызывать казака Амасеева. Обычно переводит «пось» — умный и грамотный геляк, который сейчас путешествует с Орловым. Чедано остался ночевать в Каюрской. Ужины геляки пришли к Невельским. «Алексей твой помощник?» — допытывался Чедано. «Мой товарищ». «А Николай?» — «Тоже мой товарищ». «А почему у них нет своих лавок?» «Где их товар?» «Товар мы держимся вместе в магазине». «А-а-а!» «Они ты главный у них?» «Я по службе главной, а они торгуют сами по себе». «Ты сегодня только свой товар показывал?» «Да». «Пусть придет Алексей и мне свой товар покажет. Он у нас ездил и очень хорошо торговал. У него товар дешевле, чем у тебя. Его все хвалили, но я его не застал». Послали за Березиным. Тот принес сорпинки и солдатского сукна. Живо вошел в роль, хвалил свой товар, хвастался, щелкал языком, принес свою водку. Чедано был в восторге и полез в мешок за оставшимися лисами и соболями. «Мы любим торговаться», — признался он. «Если у одного купца нужный мне товар плох, идем к другому. Каждый купец хочет нас обмануть, и мы его тоже обмануть стараемся». «А удается?» «Конечно». «А вот если купцы сговорились, то я кругом попался». «А у вас сговора нет?» Вдруг с испугом выкатил глаза старик. «Наоборот, я запрещаю по одной цене продавать». «Эх, Геннадий Иванович, проговорился», — подумал Березин. «Вот это хорошо», — успокоился Чедано и поскреб лысину ногтями. «А манджуры про вас говорят, что у вас одна компания, и вы хотите их совсем выгнать. Это правда разве?» «Нет». «Но почему ты так беспокоишься? Ведь ты сам знаешь, что они вас обманывают и обижают, а ты их защищаешь». «Вот и я говорю, обманывают обязательно и обижают сильно. Но, капитан, не гони их, пусть они торгуют. И они, и вы. Ладно?» «Пусть». «Мы им не запрещаем, а, напротив, объявляем всюду, что будем охранять их территорию и жизнь. И сами готовы торговать с ними. Только пусть вас не обманывают. Ведь ты сам был со мной, Чедано, на тыре, когда я впервые встретил манджуров. Я не прогнал их и объявил. Пусть честно торгуют». «Да, это верно. От них бывает и горе. Но выгонять их не надо. Они торгуют плохо, но зато подарки дают. И мы их товар тоже любим. У них такие красивенькие легонькие вещицы есть. И вкусные тоже. Согласен с тобой. А теперь очень много про вас разговоров всюду. Эти слухи пускают про нас из зависти сами манджурские торгаши. Может быть, — согласился Чедано. Говорят, что вы хотите все захватить. Тогда цены будут едины, и никто не сможет от вас убежать. И тогда, не имея соперников, вы будете у нас все брать даром. Верно? Нет, неверно. — А ваш магазин всегда охраняется, — спросил Чедано. — Всегда. Там человек ночует. Вот это хорошо. И хорошо, что вы с пушками. А магазин ведь это ваш корабль. И он дырявый. Можно стрелять через дырки. Вы его можете оттолкнуть в воду и плыть, чтобы торговать. — Хорошо, у тебя много товарищей. Я тоже так хотел бы. Тебе жить не страшно. И ездить всем вместе хорошо, компанией. Торговать? Да и как нам ссориться с манджурами? Ведь ты, если захочешь, уплывешь на своем магазине. А нам некуда плыть. Мы тут остаемся. Нет, мы никуда не собираемся. Будем всегда защищать вас. А вот у нас был случай на Амгуне. Ехал твой парень, который живет в Николай-посту. Сам Николай. Башняк? Так, конечно. И ехали манджуры. Один манджур обманул давно еще у нас дядю. И наши гелики решили его убить. И схватили за руки и за ноги, встретив на дороге. И как раз ехал Башняк. Выскочил из нарты, услыхав крик. И сильно бил наших геликов. Ударил по лицу и в грудь. И сказал, что человека убивать нельзя. И вместе с манджуром поехал дальше. Я это знаю. А почему тебе это не нравится? Если манджур виноват, то пусть жалуются. И мы заставим вернуть его все, что он взял незаконно. А убивать человека нельзя. Разве нельзя? С невинным выражением лица спросил старик. Дядя тогда сказал, что плохо, если русские и манджуры познакомятся. Пусть бы лучше ссорились. Гелики задымили весь дом. После них остался запах собачьих и звериных шкур. Не зазнавайтесь, господа, сказал Невельской своим офицерам и приказчикам, которые присутствовали при этом разговоре. Вы видите, как желают сохранить они торговлю с манджурами. И те не глупы. И нам надо стараться торговать с манджурами. Они могут стать нашими друзьями, быть может, и оптовыми поставщиками нужного нам продовольствия. Все разошлись. Пришлось студить избу, открывать дверь, проветривать. Печь топилась и в трубу тянула. — Торговля идет бойко, — говорил Геннадий Иванович, садясь в углу за письменный стол. — Ну и хлопот много. Опять грязь и тебе неприятности. Не беспокойся, Геннадий, я всегда рада твоим гостям. Я знаю, что надо пользоваться, если они охотно идут. Но всех водить к себе мы с тобой не можем. Мне тогда все бросить надо и только ими заниматься. А мне все же придется отчеты составлять. Следует написать в правлении, что мы тут делаем. Он показал на кучу бумаг. В Каюрской теперь столы и котел. И я велел, чтобы приказчики нам сами всех угощали или назначали бы вместе с боцманом людей для этой цели. А я туда буду ходить на говорки. Дорогие друзья, Все права защищены. Редактор субтитров А.Семкин